Федорина Горе, Муха-Цокотуха, Майдадыр, Айболит, Сказка о рыбаке и рыбке, о царе Салтане. Все эти произведения – настоящие шедевры и классика русской литературы. Герои этих книг знакомы всем с детства. И чтобы ребята еще раз вспомнили знаменитых персонажей, педагоги социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» организовали удивительное путешествие в волшебную страну Читалия. К этому мероприятию мы готовились очень долго. Мы взяли произведения наших советских классиков, это сказочников Пушкина, Ершова, Бажова, таких поэтов, которые писали замечательные детские стихотворения, как Агния Барто, Сергей Михалков, Маршак. В Читалии ребят поджидало немало увлекательных испытаний. Они цитировали строки известных произведений Михалкова, Агнии Барто, Корнея Чуковского. Вспоминали, к какой книге относится та или иная иллюстрация. И, конечно, сами читали свои любимые стихи. Танюша делал немало, Танюша много делал. Утром брату помогал, он с утра конфеты ел. Путешествие в Читалии продолжилось с приходом знаменитого сказочного почтальона, который прибыл в гости к ребятам с шутками, прибаутками и, конечно, загадками. Это же города! А какой герой ее потерял? Рассеянный с улицы бассейной и с этим испытанием справились. В рамках всекузбасской акции «Читаем классику» ребята доказали, что они не только любят читать стихи и сказки и знают многие произведения наизусть. Сегодня они познакомились с новым жанром русской литературы – басней. И в ярких костюмах инсценировали известную басню Крылова «Стрекоза и муравей». Конечно, с детьми нужно проводить такие вот и мероприятия, и занятия, потому что эти сказки, они на самом деле учат доброте, они учат, чтобы они были дружными, они учат понимать, различать, что такое добро, а что такое зло. В библиотеке имени Крупской сегодня тоже читали классику. Перед старшеклассниками выступали известные поэты города. Они рассказали об особенностях таких литературных течений, как символизм и иммаженизм, ярким представителем которого считался Сергей Есенин. Ребята узнали немало интересных фактов из биографии знаменитого поэта. Такого точно не услышишь в рамках школьной программы. И если после таких мероприятий руки школьников сами потянутся к книжной полке, цель достигнута. В этом и заключается главный смысл всекузбасской акции – читать классику.